ВК номер 10 родительский день. Мероприятие в общем-то обычное. Подобное проходит практически во всех исправительных учреждениях. Но особенность этого в том, что свиданием с близкими поощрили прихожан местного храма. Эту церковь начали строить в 2005-м, а закончили в 2006-м году, то есть возвели всего за год. Назвали храм в честь святого Николая Чудотворца, который издавна считается покровителем осужденных и вообще всех, кто находится в беде. Церковь появилась здесь по инициативе небольшой группы верующих осужденных, которые, заручившись поддержкой администрации колонии, сами же ее и возводили. Александр – один из тех, кто участвовал в строительстве, а затем и служил в этом храме. Душа радуется, умоляясь, когда приходят люди, стоят, и видишь на глазах у них слезы. Идет покаяние, внутреннее покаяние. Люди, падшие здесь, можно сказать, возвращаются к своей семье, к своим женам, детям, к матерям своим. Нынешним летом Александра освободили условно-досрочно. Сейчас он служит в Куединском храме, ведет хозяйственные дела, помогает в лотаре батюшке, поет на клиросе. А в этой церкви старостой сегодня служит Максим. Говорит, когда пришел к Богу, на многое, очень на многое изменил взгляды. И раньше думали, что главное было там деньги, удовольствие какие-то земные, а потом понимаешь, что это все ложное, все это не настолько важно в жизни, а важное отношение близких людей, доверие людей. За убийство осуждены едва ли не большинство прихожан этого храма. Но двери покаяния для них не затворены. Ведь первым в горнюю обитель вошел благоразумный разбойник, на кресте попросивший Господа, помяни меня во царстве своем. И услышал в ответ, истинно говорю тебе, нынче же будешь со мной в раю. Уверен на сто процентов, что на свободе я бы просто не смог к вере прийти. Ну просто не понял бы всего. Вот я даже думал над тем, почему мне раньше, допустим, эти книги не попались, которые меня к вере привели, или еще что-то. А Юрия Скоробогатых к вере привело умение рисовать. Некоторые иконы в этом храме вышли из-под его кисти. До того, как стать иконописцем, Юрий даже не был крещен. Сам не знаю откуда, просто взял кисточку, попробовал, получилось. Я рисую, просто инструмент в руках Бога. Он рисует, а я просто инструмент. Изменился сильно. Добрее стал, наверное. Ко всему сейчас спокойно начал относиться. С православной точки зрения так вот. Как говорится, все люди братья, все кругом все хорошо. Ну типа такого. Всех этих людей в храм привели разные дороги. Сегодня их объединяет вера и надежда на то, что Бог их простит. И даст сил никогда больше не поддаться искушению. Ну вот и посмотрим дальше. А веру я не брошу. Господь всемилостив. Я сам считать не могу. Мне только остается надеяться и молиться, чтобы Господь простил меня. Оксана Иваева, Александр Хробыстов, Телевизионная служба новостей.